Приветствую вас! Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юля, и мы сейчас находимся в центральном парке Динамо. История этого парка началась примерно 170 лет назад. Официально парк несколько раз менял свое название, и имя Динамо никогда не было официальным. Такое название он получил только из-за близкого расположения к стадиону Динамо. Этот парк отреставрировали, дали ему вторую жизнь. И после этого сюда каждый год вкладывают какую-то значительную часть бюджета. То делают велодорожки, то устанавливают какие-нибудь детские площадки. Короче, парк развивается и живет. На 70-е годы приходится наилучший расцвет парка, и его начинают сравнивать с аналогичным парком ВДНХ. В парке было три пруда, которые были соединены каналами и ручьями, а в летнее время работал прокат лодок и катамаранов. Но мы приехали сюда просто погулять, а также здесь можно и пофотографироваться, поснимать тут достопримечательности. Но в 1982 году для парка настала черная полоса. В ноябре Динамо был затоплен, а после ударили морозы, что привело к выходу из строя выставочных павильонов и других парковых строений. В этом парке установлен веревочный парк, где с детьми будет вам точно не скучно, вы можете его отдать туда, и он там будет лазить и веселиться, и радоваться. Веревочный городок очень большой, посмотрите, какая протяженность мы идем и идем, а он все не заканчивается. Не успев ликвидировать эти последствия, на парк обрушились новые невзгоды. Это необходимость строения развязки, соединявшей правый берег и левый берег Воронежа. Для строительства развязки пришлось засыпать один из прудов и снести часть аттракционов. А также это место очень прекрасно для осенних фотосессий. Здесь сделано для вас все, даже вот такие вот мостики. И вот второе затопление, по некоторым данным, высота которого достигала 3,5 метров. Впоследствии все павильоны и зеленый театр полностью пришли в негодность. В 90-е годы часть парка ушла под элитную застройку. А также за вашу жизнь бережется и администрация вот такими лозунгами. Но кого это останавливало, скажите мне. После всех событий в парке остался один водоем и ручей. Это озеро сильно прославилось в этом году. Его хотели почистить от зелени, чтобы оно не было такое зеленое. Сюда посадили лилии, сделали какую-то решетку. После недели роста лилии все завяли. И оно также начало цвести. Но сейчас стало холодно, прохладно. И озеро самоочистилось. Лишь в 2010 году появилась информация, что парк будет реконструироваться. А еще этот парк прославился тем, что здесь каждый год происходит город Саад. Когда это мероприятие проводится, здесь столько людей. Везде красота, стоят цветы красивые. И сделаны небольшие сценки, типа Игры престолов. Ну и многое другое, что можно себе вообразить. Очень красиво. И только в 2014 году начались работы. Восстанавливать пришлось многое. Полностью вышла из строя коммуникация. Было налажено освещение. Вновь заработал фонтан. Появились клумбы и дорожки. А возле центрального входа была построена парковка. А из руин восстал зеленый театр. В этот зеленый театр приезжали знаменитости в советские времена. Алла Пугачева, Ласковая Майя и также Филипп Киркоров. В 2019 году был разыгран новый тендер на дальнейшее развитие центрального парка. В этом проекте планируется соединить облагороженную территорию парка и Дикую. Его часть дорожками и местами для пикников. А также в этом парке можно заняться спортом. Это очень хорошо. И погулял, и позанимался спортом. А также создать новый водоем, который поможет больше не повторять события 1982 года и 1988 года. А еще мне нравится центральный парк. Это детскими аттракционами. Ди, я сам не проще туда же долезть, поиграть, полазить. Мне кажется, это довольно-таки веселое занятие. Мне кажется, это самый лучший аттракцион в Воронеже. Центральный парк прям удивил меня на самом деле. А еще самое главное, то, что после последнего города-сада осталась фантаз-культура. Парк очень красивый. Не зря он носит гордое имя Центральный парк. Кому понравилось мое видео, не забывайте на меня подписываться. Меня зовут дядя Митя и ее Юля. Ну и всем удачи и пока. И также не забывайте ставить лайки. Пока.